Привет, меня зовут Эль, еще раз. Хорошо. Привет, меня зовут Эль, я рада приветствовать тебя на моем канале. Сегодня продолжение роликов про выживание. Если ты не видел первую часть, то пройди внизу, будет, скорее всего, ссылка, либо я где-нибудь здесь еще оставлю подсказочку, и посмотри первую часть. А сегодня у нас вторая часть роликов на выжить, выжить на тысячу. Сколько я выжила? Тысячу рублей. Поехали. С добрым утром, ребята. Я только проснулась. Третий день. Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня будет завтрак. Завтрак будет неоригинальный. Вот, не знаю, как вы, но я с удовольствием буду есть тот же смузи, пока у меня остаются яблоки. Я хочу сказать, что перестала я кусочничать. И так я очень любила кусочничать. Этот эксперимент я провожу не из-за того, что мне надо там постройнеть. С Крыма я уже постройнела. Я уже вошла давно в свои весовые категории. Но это утро. Дай мне мозг. Верни мне мозг, пожалуйста. Верни мне мозг. Утро. Этот эксперимент я провожу для того, чтобы... Не помню, что я затягиваю. В общем, мне важно, сколько я трачу, кусочничаю ли я, сколько я ем сладкого. Все это смотреть. И сколько я проживу на эту тысячу. Потому что когда я купила продукты, вы слышали, что было просто дохрена. Продуктов очень много. Мне казалось, что все это я и за две недели не съем. Но посмотрим. Единственный минус, который я вижу. Мне сейчас приходится очень много работать. Но когда вот так вот выживаешь, нужно самой готовить. И готовить я так себе люблю. Поэтому получается, что очень много времени уходит на готовку. И хочешь готовить, хочешь не хочешь, а готовить приходится. Вот. Сегодня я сейчас завтракаю. И, как я уже сказала, мне нужно будет уехать. Я беру с собой в контейнере макароны, которые остались. Так, я же забью два яйца. Сюда я добавлю не молоко. Сделаю что-то типа омлета. Но белок же клеточкам надо как-то получать. Из того рациона, который у меня сейчас есть. Выглядит, конечно, не очень аппетитно. Но очень вкусно. Соль и специи еще добавила. Привет, друзья. Уже вечер. Ужин. Я сейчас разогрею себе борщ. И да, если вам интересно, не надоел ли мне еще борщ, пока не надоел. Возможно, только из-за того, что нет выбора. Если бы я имела возможность съесть что-нибудь другое, я бы, наверное, разнообразила паспорацион и съела бы что-то другое. Но другое мне нужно сейчас будет готовить. А времени на готовку у меня нет. Поэтому я с удовольствием съем борщ, поужинаю им и отправлюсь работать. Дальше. А насчет обеда я не снимала его просто, но я съела макароны, которые я уже сказала вам. Которые у меня оставались из лоточка. Брала с собой лоточек с макаронами. И к ужину я уже была очень голодная. Как была сейчас к ужину я очень голодная. Срочно разогревать борщ, кушать его с удовольствием и за работу. Насчет сладкого. Я пока не ем сладкого, пью просто чай. Вот тогда съела эти, как его, по-моему, либо воздушный рис, либо воздушную пшеницу, по-моему. Сейчас у меня еще осталась половина. Сладкого пока не хочется. Но, возможно, знаете, почему не хочется? Потому что нету другого сладкого. А эта сладкая, ну, так себе по вкусу. То есть нету того, чтобы меня соблазняло на поедание сладкого. Все, всем хорошего аппетита, если вы со мной вместе кушаете. Кушайте всякие-то деликатесы и вкуснятины. Кстати, напишите мне в комментариях, кто что ест на момент. Пока я прохожу эксперимент по выживанию. Вот у меня борщ. И два бутерброда с сыром и с маслом на ужин. Приятного всем аппетита. Ну что, друзья, время вечернего чая. Я захотела сладкого. Похрустим. Привет. Новое утро, нового дня. У нас солнышко в Москве. И это просто охрененно круто. А сейчас ко мне приют Настя. И будет снова соблазнять меня всякими вкуснятками. Я буду держаться. Да. Но это на самом деле подстава полнейшая. Я решила сделать этот эксперимент, когда уехала Карина. Чтобы она мне своими вкусностями не сбивала с пути истинного. А уже второй раз приезжает Настя со всякой вкуснятиной. Держите за меня пальцы. Верьте в меня. Я буду держаться. Ну, чтобы эксперимент был чистеньким. А еще, может, она поест моего борща. Тогда я... Ну, плюс еще один день прибавлю. Просто в прошлый раз Настя отказалась ей борщ. Сказала, ну и ешь свой борщ, раз ты в новой жевании сидишь. Я свое вкусное привезла. Вот. Поэтому сейчас, возможно, Настя отведает моего вкусненького борщика. Ладно, все. Завтрак и готовка. Да? Что-нибудь придумаем из продуктов, которые есть. Приехала Настя, привезла шашлык. И я грешна, не выдержала. Но эксперимент, скажем так, не такой чистый. Ну, я с вами честно. В общем, пришла Настя. И все не поломала. Весь мой проект. Она отказалась сниматься. Во-первых, она отказалась сниматься. Во-вторых, она привезла шашлыки. Я не смогла удержаться. Вот грешна. Но с другой стороны, у меня же в правилах сказано выжить на эту тысячу как можно дольше. Я же ничего не покупала. Это мне просто повезло, что у меня такие хорошие друзья есть, которые могут приехать и покормить. А если у вас таких друзей нету, ну, что сами виноваты. Выживайте на тысячу без друзей. Блин. Вот. Так что, наверное, продолжаю проект. Не буду очень сильно себя корить. И встретимся с вами... Когда встретимся с вами? Наверное, уже завтра. Потому что я такая сытая. Мне кажется, до завтрашнего утра ничего есть не захочу. Хотя посмотрим. В общем, увидимся, когда увидимся. Итак, сегодня шестой день выживания на тысячу рублей. Я не завтракала. И завтракать пока не собираюсь, потому что вчерашний прием пищи... Ха-ха. Мне, походу, хватило его на сегодня тоже. Потому что я не хочу есть. Я не хочу завтракать. И встретимся с вами на обеде. Дорогулечки мои, пришло время приготовления салата. Ой, сегодня у меня разгрузочный день после вчерашнего обжирательства. Завтракать я не завтракала. Обедать я фактически не обедала и не хочу. И, пожалуй, ближе к ужину я, наверняка, захочу есть. Но надо что-нибудь очень легкое съесть. Разбрузочное и очистительное. И для этого у меня есть такой салатик. Он называется... Как в KFC? Как же он называется сейчас? У меня, правда, немножко другой. Не такой шикарный, как там, рецепт другой. Потому что у меня не будет некоторых ингредиентов. Салат называется Коулслоу. Вот он-то очень вкусный в KFC. Кстати, это одно из блюд, которые я там ем. Но у меня будет без майонеза. И, скорее всего, мне понадобится помощь друга. То есть, приехала Карина, и я возьму у нее кое-какие ингредиенты. Да, я понимаю, что этот эксперимент получится не совсем чисто на тысячу рублей. Там сколько я уже, видите, шестой день живу, благодаря помощи друзей. Но по факту, что я для себя выяснила, что для меня... То, что когда берешь в пятерочке продукты на эту сумму, ты берешь большим количеством. Вот макароны я до сих пор не съела, да. И все-таки надо было ехать в Ашан. Да, везти все эти продукты на себе, может быть. Чтобы взять буквально по чуть-чуть. Но больше разнообразия, чтобы было. Ладно, слова это, конечно, хорошо. Разговаривать я люблю много. И сейчас я буду готовить. Буду резать капусту, морковку, лук. И, в принципе, то же самое, что вы видите, что я делала с борщом. Но это будет на салат. Капусточка у меня немного подветрилась. Давненько я к ней не приступала. Ну, в общем, поехали. У кого-то есть специальные такие терки, которые могут капусту тереть. У меня, товарищу, нет таких терок. Поэтому все сама, все вручную. Вот этими ручками. Все, скорее всего, я ускоряю. Зачем? Смысл вам смотреть, как я режу капусту. Капуста должна быть мелко порезана. Ну, вот примерно вот так. Не слишком мельчить. Но вот это вот нормально уже. Вот это надо порезать. Вот. Главное, что она была тоненькая. И сейчас я режу лук. Вот такую небольшую луковицу. Мне, кстати, еще осталась она после борща. Вот. Видите, с ней все нормально. Все хорошо. Она не испортилась. Хорошая луковица. Я добавляю ее сюда в салат. И будет еще морковка. Лук надо резать очень-очень мелко. Прям меленько-меленько. Да, не пишите мне, что у меня страшные доски. Это доска, кстати, еще с Крыма приехала. Вот. Скоро все обновлю. Скоро у меня все будет по-другому. Все новенькое. Это останется здесь, на этой квартире. Но. Работаем с тем, что имеем. Да. Потому что я вот, если честно, я за собой тоже замечала такую вещь. Что я откладываю съемку видео до лучших времен. То есть, когда вот это у меня будет. Когда там у меня будет красивый интерьер. Когда у меня там будет красивый фон. Откладывала. Оговорила сейчас. И не снимала. Всегда у меня была какая-то причина отложить съемку и не сделать что-либо. И в конце концов я пришла к решению, что работаем с тем, что есть. Да, вот. Я честна. У меня вот такая кухня сейчас. У меня сейчас такие доски. И не значит, что у меня не может быть лучше. Скоро будет лучше. Скоро будет по-другому. Но, если я хочу снять видео, снять такой проект, я сделаю это сейчас. Не буду ждать лучших времен красивого фона. Либо красивых сковородок, досточек, кухни красивой. А как вы думаете вы? Вот вам важно вылизанность фона или там красивая картинка с хорошо поставленным светом? Вот я раньше очень сильно заморачивалась. И может быть поэтому мой второй канал, где я сильно заморачивалась, и не пошел у меня лично. Потому что на влоговом канале это вроде бы так все просто, я не заморачиваюсь, получаю удовольствие от того, что вот снимаю, монтирую. И у меня этот канал вызывал только приятные ощущения. Никакой там обремененности не было. И вот мы с вами разговаривая, не перематывая, не убыстрая, порезали с вами лук. В общем, что вам важно? Что вам важно? Чтобы была красивая картинка или натуральность, искренность. Контент даже вот на таких плохих досках. Морковка. Почистила небольшую морковку из купленных запасов. И натираю ее на терочке. Все. Морковка, лук, капуста. Ну, в соотношении вы видите, да? Сейчас это все перемешаем. И самое главное, нужно будет сейчас делать соус. Для соуса нам понадобится не молоко. И вот теперь еще нам понадобится помощь друга. Потому что у друга есть лимон, который мне нужен будет. Мед. Тоже есть у друга. Да, мой, кажется, проект выжить на тысячи летит в трубу. Но если у вас нет друзей, я уже говорила, это ваши проблемы. В общем, есть не молоко, есть помощь друга в виде лимона, меда и уксуса. Вот, я вот не знаю, по-моему, лимон можно заменить уксусом. Но... Обернее, уксус можно заменить лимоном, а лимонным уксусом. Но я и уксус, и лимон возьму. Возьму, то есть туда. И сейчас намешиваем все это в чашечку, чтобы был вкусный. Я возьму вот такую свою любимую пиалочку ручной работы, красотень такую. И в ней буду намешивать соус. Потом залью все в салат. И салату надо будет постоять 4 часа в холодильнике, прежде чем он будет готов. То есть, если мы готовим с вами его в обед, то есть его можно будет только к вечеру ужинать. И, в принципе, на ужин он очень даже легкий, хороший. Все, делаем, делаем, делаем заправку к салату. Вы знаете, я вот сейчас снимаю так, потому что до этого прям так здорово прикрепляла камеру. Она снимала сверху, но я ее чуть не лишилась камерой. В этот момент камера чуть не упала у меня. Я поймала ее буквально в воздухе. И все, подумала, нет, нахрен, нахрен. Конечно, хорошо снимать сверху, как все это выглядит. Но нужно для этого приспособления надежные. А лишиться камеры не хочется. Так, все, наливаю не молоко. Вообще, по рецепту можно брать сливки обезжиренные, либо просто хорошие сливки. Но у меня нету сливок, у меня есть не молоко. И я, в принципе, не люблю сливки. Так, лимон. Для чего лимон? Ну, это понятно, да, чтобы промариновать наш салат, чтобы он был маринованным. У меня получается четверть лимончика маленького. Четвертинка вот на такой салат. Честно, я никогда не готовлю по пропорциям. В основном готовлю по вкусу. Просто вот на чуйку. Столовая ложка меда. Или сахара. У кого-то сахара. Но, честно, могу вам сказать, сахар я не очень люблю и ем. Поэтому мед. Так. Размешиваем. Все хорошенько размешиваем. Соль тоже добавим. И что еще можно добавить? Ну, вы можете еще там горчицу добавить. Специи какие-нибудь. Все это можно тоже добавлять. Так. Размешиваем хорошо. Мед не очень хорошо размешивается. Его надо прям усиленно мешать. Он отказывается поддаваться. Так. Я солю. Нужно еще посолить. И все специи, которые у вас есть, тоже можно туда засунуть. У меня есть крымские специи. До сих пор еще остались с Крыма. Ну, я позаботилась о специях. А! Вот этого вы не видели. Все. Так. Еще специи. И все это тоже размешиваем. Вкусная такая заправка. Прям. Круто. Я на вершинке еще добавлю уксуса. Чтобы точно промариновалось. У меня есть обычный уксус. Это уже мое личное. Из запасов. Пятипроцентный яблочный уксус. Все. Заправляем. И хорошенько все это перемешиваем. Чтобы все промариновалось. Ну что, салат должен настояться. Я вот закрыла вот так вот пресса. Поставлю сейчас банку с водой сверху. И в холодильник. И 4-5 часиков он должен промариноваться. А пока салат маринуется, мы с вами на обед попьем чай. Просто чай. Пустой. Кстати, я вообще без чая не могу. У меня заканчивается одна чашка чая. Начинается следующая. Так. Ну что, заварим чай. И вот холодильник заработал ровно тогда, когда я начала говорить. Вот это подстава. Вот мой чай из фикс прайс. Как вы помните, у меня была полная банка. Сейчас у вас осталось вот столько уже. И я чая пью очень много, как я сказала. Но я все не снимаю каждый раз. Иначе бы весь мой влог, все мое выживание, посвятилось бы к тому, что я показываю, как я завариваю чай. Все. Это один из немногих раз, когда я его заварю. Просто так. На видео. И мы с вами пойдем его пить. Насчет чая. Я очень люблю пить чай, как я уже сказала. Но также я люблю не просто чай, а с чайной церемонией. Вот китайские чайные церемонии, японские чайные церемонии мне очень нравятся. У меня есть два чайных мастера. У меня есть подруга. Моя подруга Алена. Она, кстати, была у меня периодически. Один раз была на канале. И скоро, кстати, будет еще раз. Она чайный мастер. И она очень часто делает чайные церемонии. Мне это очень нравится. А также у меня есть Карина, соседка. Она тоже делает чайные церемонии. И вот как раз и Карина появилась. Карина будет не в кадр. Это что-то очень интересное она мне показывает. Минихой. Вот. В общем, про чай я все рассказала. В общем, мне очень нравится чай. И, конечно же, мне больше всего нравится чайные церемонии с элитным китайским чаем, либо японским чаем. Ну что, прошло 4 часа. Видите, капуста, морковка дала сок. Все, все сочное. Мне кажется, даже переборщила с заправкой. Все, я раскладываю по двум тарелочкам. И можно его кушать. Вот у меня получилось две порции салата. К моей трапезе присоединяется Карина. Я решила, что как я выйду из положения. Это то, что Настя съела макароны. И вот порция Карины. Я отправлю в тот неудачный день, когда меня Настя соблазнила шашлыком. Считай, это те порции, которые я бы сама съела в тот день. Вкусно? Ммм, очень вкусно. Прямо вкусно. Привет, меня зовут Эль. И я рада приветствовать тебя в моем седьмом дне выживания. На улице дикое солнце. Москва. Подождите, у меня рука исчезает. Там все залито солнце. Завтрак седьмого дня. Тузи. Ну что, седьмой день. Время готовить обед. Сегодня, я думала, будет с вами полноценный день. Борщ у меня еще есть. Поэтому я его еще поем. А приготовлю, наверное, что-нибудь на обед и ужин. Так, у меня еще осталось свекла в холодильнике с борща. Она немножко подвяла, поэтому приходится не тереть ее, а мелко резать. Вот остались три картошины. Я сейчас их потру на терке. И сделала такой. И, скорее всего, еще либо капусту, либо морковку порежу. В общем, хочу сделать что-то типа овощных котлеток. Там еще будет яйцо. И мука. А вот мука, это входит в те 200 рублей. Там буквально чуть-чуть понадобится муки. Не целая упаковка. Вот, соль, специи тоже по чуть-чуть. Рецепта нету. Вот сейчас сама буду импровизировать. Рецепта никакого нету. Поэтому, если вы будете повторять, то повторяйте тоже на ощущениях. Вот я обычно делаю и смотрю. Ну, устраивает, не устраивает. Все. То есть, нравится мне тесто, не нравится. Или по вкусу. Не могу готовить по рецепту. Не люблю даже. Знаете, что-то я резала-резала мелко. Ну, получилось недостаточно мелко, как надо. И я вспомнила, у меня же есть погружной блендер. Чего бы не воспользоваться им. Так, это мои любимые специи. В общем, очередь картошки. Так, все, картошку потерла. И снова со свеклой прошлась блендером погружным. Сейчас нужно будет половину этой луковицы порезать. И тоже туда. И на следующем этапе включусь. Хочу специи. Кстати, специи крымские. Для мяса. А я их вообще везде добавляю. Они суперские. Так, я добавила еще немножко сахара, соли. Тростниковый сахар. И знаете, я еще туда луковицу добавила. В общем, полная луковица туда ушла. Я так решила, в общем. Все, я так сказала. Я так решила. Я добавила муку. И сейчас я разобью яйцо. Еще в такие оладушки, либо котлеты, овощные, ну, я люблю вместо муки добавлять манку. Но сейчас будет мука. Потому что манка уже не входит в наш бюджет с вами. Но имейте в виду, что либо вместе с мукой, либо вместо муки можно добавить манку. Забыла рассказать про секретный ингредиент. Вот, добавляю секретный ингредиент. И жарю. Вот так беру ложечку. И жарю. Вот уже жарится первая партия. Вот так выглядят котлеты, оладушки, овощные. Я уже тут один съела. Очень вкусно получилось, ребята. А вы, кстати, пробуете, когда готовите? Или на огонь готовите и дожидаетесь уже готового варианта? Я обычно так напробую, что потом даже уже есть не хочу. Вот такая гора у меня получилась. Оладушка котлет. И я могу сказать, что если бы я ела бы их одна, мне бы хватило раз на четыре. Вот, стопроцентно. Такой порции мне хватит. Сюда бы, конечно, огурчик или помидорчик. Но я сама, молодец, не купила их. А так их, конечно, идеально со сметаной бы есть. Всем приятного аппетита. И, кстати, получилось очень вкусно. Всем советую реально приготовить такие. Они и красивые. Ну, кроме вот этого немножечко. Вот так. Так красивее будет. И вот так вот. Они получаются и красивые, и вкусные. И если со сметанкой, вообще с зеленью, супер вкусно будет. Ночной дожор. Воздушный рис и чай. А если вы смотрите на ночь, то спокойной ночи. Потому что я сейчас пойду уже спать. Подписывайтесь на мой канал. Ставь лайки. И будет еще очень много всего интересного. На этом вторая серия про выживание заканчивается. И скоро будет третья. Я сама не ожидала, что так все это оказывается. Я так много всего наснимала. Но вот. Либо сокращать, либо правду матку. Две недели все как есть, как на духу все вставлять. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И будет еще очень много всего интересного. И да, от сердца к сердцу. Пока.